Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Каковы ваши впечатления? Первоначально вы уже поговорили с президентом на клубе, посмотрели базу. Какие впечатления? Конечно, самое лучшее впечатление. Я уже представил, как должно было быть здесь. И на самом деле это еще лучше, чем я представил. Команда имеет очень хорошие структуры. Не только физические структуры, есть и дух тоже, что это команда профессиональная, команда, которая знает, что хочет. Команда, которая очень хорошо показывает свою имидж, которая работает над этим. И я очень доволен. Все красиво. И только хорошее впечатление. Насколько долго и как вам тяжело решение давалось об уходе из Югры и приходе в Кайрат? Все-таки вы довольно давно работаете в Югре и такой переезд. Меняйте страну, меняйте клуб. Ну, на самом деле, недолго. Это было быстро, было приглашение. Я за один-два дня согласился. Только долго немножко это процесс, чтобы было все правильно. Чтобы было разговоры с руководством Газпрома, потом объявление, потом разговоры с семьей, потом объявление в команду, объявить команду о мой уход. И сегодня я здесь. Долгой процесс только это. Но решение у меня было принято быстро, потому что я и знал, куда я иду. И все равно. И работаешь в Газпром, ты не переходишь в любой какой-то команде, переходишь в Кайрат. Поэтому и знаешь, куда переходишь. Изначально правда ли, что какао вам позвонил и тоже вас рекомендовал? Ну, какао, я, во-первых, очень много должен. То, что сложилось в моей жизни, какао, да. Какао меня предлагал, когда я еще играл в Бразилию, он меня предлагал в Барселону, да. Я перешел из Бразилии в Барселону и с помощью, не без помощи, какао. Какао потом, когда я переехал, перешел из Испании в Россию, какао был в России, тоже меня помог в каким-то образом. И всегда я знал, что у меня есть друг, человек, который верит в меня, верит в мою работу. И я очень горжусь, что он доверял меня в это, быть здесь сейчас, после него. Я только горжусь и только благодарен в это. Понятно, что руководство там будет ставить высокие задачи. У вас лично какие амбиции после прихода в Кайрат? Есть ли что-то, что вы именно хотите завоевать? Может, какой-то кубок или какой-то индивидуальный трофей, там, стать лучшим тренером, допустим, или что-то в этом роде? Мои амбиции, она совпадает с амбицией клуба. Выиграйте все трофеи, которые участвуют, все соревнования, которые участвуют. Самое главное, конечно, это кубок УФА. Но здесь я понимаю, что мне приходится делать практически все заново. И мне нужно здесь делать само собой, заново из себя переключаться. И это тоже очень хорошая вызова. И из-за этого я сюда пришел. Пришел, потому что я могу это делать не в любом какой-то команде. Могу это делать, себя возобновить в Кайрате. И здесь я встречаю совсем другой команды, которые у меня есть и в Газпром. И должен из этого команды делать чемпион. Это вызовы, это самое главное для меня. И поэтому я здесь. Познакомились ли вы уже с ребятами, с командой? И, может быть, до этого общались уже по телефону? Ну да. Из нескольких футболистов я уже пообщался по телефону. Из нескольких футболистов, с некоторыми футболистами буду общаться здесь. В живой. Но думаю, что просто нормальные обещания. И я с некоторым футболистом уже и обещался. В какие-то моменты, когда были хорошие игры, хорошие победы. Поздравил. И когда мы пересекались, какие-то соревнования тоже обещались. Но нормальные обещания. И надеюсь, что это продолжит. Нынешний состав, понятно, что будут изменения далее, так или иначе. Но вообще потенциалка Айрата позволяет надеяться, допустим, в следующем сезоне на победу в Кубке Уефара? Как мы с руководством разговаривали, команда останется такой или поменяется, задача не сменится. Она остается так. И та команда, которая есть сейчас. И если она будет новой, нужно работать все равно. Потому что это новый трейнер, новая идея, новый подход. А как и будут футболисты воспринимать это, тоже нужно какое-то время. Но мы постараемся, чтобы это время было намного меньше, которое должно быть. И чтобы это было потенциально выиграть этот турнир. Когда вы приходите в Кайрату, у вас главная ассоциация, или когда вы противостояли Кайрату, главная ассоциация с Кайратом-даками. Может быть, какой-то матч, какой-то турнир, или в целом, что вы думаете? Ну, конечно, ассоциация с Кайратом-даками, это характеристика игре, да? Это как играет Кайрат из подключения вратари. Большинство раз это Егита. Есть и второй вратарь, но большинство раз это Егита. Ассоциация с первой очереди этого. Но не только это есть Кайрат. Кайрат есть. Кайрат – это имя. Кайрат – это команда, двух раз обладатель Кубок ВФА. Многократный шампион Казахстана. Там многократный шампион Кубок Реминка. Команда, которую весь мир, и знаете, весь мир, и уважаете. И поэтому я говорю, и на поле ассоциировается, в первую очередь, конечно, и с этой игрой, которая в карате играет, да? И за поле, с этого, с дух, эту команду. Все, спасибо большое вам. Давай. Да, ну... Субтитры создавал DimaTorzok